Вечер добрый. Уже предыдущие докладчики осветили многие осложнения дебатной гормонотерапии, но я постараюсь добавить что-нибудь интересное. Гормонотерапия рака молочной железы уже имеет многовековую историю, и будем говорить о том, что в 1889 год господин Бетсон публикует доклад Планцетти о том, как аваректомия оказала эффект на лечение рака молочной железы. Дальше нужно сказать, что первые рандомизированные исследования появляются в 1948 году, в котором сравнивалась лучевая абляция яичников с аваректомией у больных рака молочной железы, и оба метода оказались однозначно эффективными. В 1962 год доктор Йенсен открывает рецепторы эстрогена в ткани опухоли молочной железы. 1971 год – это публикация исследования, которая доказывает эффективность амоксифена у пациенток рака молочной железы при наличии рецепторов эстрогена. То есть можно сказать, что это начало таргетной терапии. И в 1977 год прошлого века FDA одобряет амоксифен для лечения рака молочной железы. Мы будем говорить о преименопаузе. У нас 20 пациентов рака молочной железы моложе 50 лет, и из них 50% имеют гормоночувствительные опухоли. То есть на самом деле не такой большой процент пациентов. Что же мы можем им предложить? Мы можем предложить им в адевантном режиме тамоксифен 5 лет, сегодня уже 10 лет, либо в реальную супрессию с тамоксифеном в течение 5 лет, либо экзамистаном. Что же было до этого? В 1998 году прошлого века появляется первый метаанализ, который показывает, что адевантный гормон терапии тамоксифеном у пациенток с ракомолочной железой при наличии рецепторов эстрогенов снижает смертность вне зависимости ни от возраста, ни от менопаузального статуса, ни от наличия рецепторов. Но терапия в течение всего лишь одного года не имеет никакого эффекта и сопоставима с выживаемостью у пациентов, у которых рецепторы эстрогена отрицательные. В 2011 году появляется анализ, который сравнивает 5 лет тамоксифена и показывает снижение пестоты рецидива в течение 10 лет на 47%. Метаанализ женщин, которые были моложе 50 лет, показал, что тамоксифен после химиотерапии антрациклинами снижает 500-летний уровень смертности даже на 57%. А заболевание контролатеральной молочной железы снижено на 50%. То есть эффективность и польза тамоксифена настолько высока, что, может быть, не имеет смысла обращать на его токсические эффекты. Но всё-таки они же есть, и, наверное, нужно об этом и говорить. Уже было сказано, что рак энтометрия, в принципе, не такой высокий риск заболеваемости, заболеваемости 3,1%. И группе в 10 лет приёма тамоксифена по сравнению с той группой, которая не принимала тамоксифен. Опять-таки хочется сказать, что это больше характерно для пациенток, которые находятся в менопаузе. Для женщин при менопаузе это осложнение не характерно. Тромбоэмболия – достаточно серьёзное осложнение и вызывает очень много разговоров. Опять-таки же, недосначительный риск. И частота вознаграждения инсульта тоже не повышается при приёме тамоксифена у женщин в премии на паузе. Современная вариальная супрессия. Это авария октомия и лучевая облиц. Это дёшево и безвозвратно. Мы больше никогда не сможем вернуть женщину в состоянии менструального цикла. Лекарственное – это дорого, но обратимо. Поэтому было проведено несколько исследований, в которых был сравнен сначала изначально естественной авариальной супрессии тамоксифен у пациенток с ракомолочной железой в премии на паузе. Это было небольшое исследование, всего 320 пациентов. И не всегда был определён ещё статус рецепторов, хотя было доказано, что это необходимо. Но не было получено достоверных различий в двух исследуемых группах. Дальше было проведено ещё дополнительное исследование, в котором было сравнено сочетание авариальной супрессии тамоксифена и химиотерапии. Медианное наблюдение здесь практически 10 лет. Было выявлено улучшение безрецидивной выживаемости, но не общей выживаемости. Добавление авариальной супрессии, как видно, к химиотерапии не дало никаких преимуществ. Только у женщинам уже 40 лет было улучшение безрецидивной выживаемости. Но были отмечены такие клинические значимые побочные эффекты, как увеличение массы тела, гипертонии, диабеты, приливы. Это достаточно сильно беспокоит наших молодых пациентов. Добавление тамоксифена к химиотерапии и авариальной супрессии увеличило заболеваемость мещой диабетом. Приливы они имеют, но не повлияло на частоту артериальной гипертензии. Все это привело к тому, что совсем недавно, по сравнению с началом гормонотерапии, было проведено два крупных исследования, SOFETEX, о котором мы говорим, в котором был сравнен тамоксифен с авариальной супрессией и авариальной супрессией с ингибиторами амматаза. И также был представлен еще один рукав, в исследовании SOF, в котором был только один тамоксифен. На сегодняшний день по результатам данного исследования мы рекомендуем пациентам моложе 35 лет с плохим прогнозом авариальную супрессию ингибитора амматаза в течение 5 лет, потому что эти исследования показали преимущества данной группы. Какие же мы видим осложнения у этих молодых пациентов? Это приливы третьей степени токсичности, которые в сравнении с тамоксифеном и тамоксифеном в авариальной супрессии были, соответственно, выше практически в 4 раза при наличии в авариальной супрессии тамоксифена. Также в исследовании SOF, как мы видим, эта токсичность в такой же степени была также выше в группе авариальной супрессии и тамоксифен, и ингибитор амматаза. Также сексуальная дисфункция, о которой сейчас начали говорить, в исследованиях было показано, что 50% женщин с авариальной супрессией и тамоксифен или экземистан страдали от сухости влагалища, также снижение либидо и диспореонемия. Сексуальная дисфункция также сугублялась еще тем, что пациентки отмечали увеличение веса на фоне искусственной менопаузы. Депрессия и нарушение когнитивной дисфункции достоверно не были увеличены, и их особо не изучали. Это, скажем, отмечалось только при исследовании дневников качества жизни, которые заполняли эти пациентки, и на основании только этого было показано, что пациенты с авариальной супрессией чаще страдают депрессией и нарушением когнитивной функции. Также депрессия, которая выражается в данном случае, беспокоила пациенток еще, наверное, и тем, что отиндепрессанты могут снизить эффект гормонотерапии путем ангибирования цитохромов. Костная плотность или остеопороз. Как ни странно, тамоксифин улучшает минеральную плотность костей в менопаузе, но у женщин при менопаузе вызывает истанчивость с течением костей и повышает на 12% риск переломов в ходе трехлетнего наблюдения. Поэтому так становится актуально использование бандронатов в адематном режиме у этой группы пациентов. Кардиотоксичность. Кардиотоксичность, опять-таки же, развивается чаще при нерволичии в реальной супрессии, то есть тогда, когда мы ввергаем молодую женщину в состояние искусственной менопаузы. Незначительно также видно увеличение тромбозов и эмболий. Вот это последняя таблица из метаанализа 2016 года. Что мы здесь видим? Мы видим то, что действительно на основании чего, наверное, была рекомендована супрессия пяти лет и гибитроформатаза. Мы видим улучшение безрецидивной выживаемости в этой группе пациентов. Особенно она видна в той группе, в которой показано, была еще проведена химиотерапия. То есть это явно молодые женщины с наихудшим прогнозом. Но при дальнейшем исследовании и подсчете получается, что на общую выживаемость никак не повлияла в реальной супрессии ни в группе с томоксифеном, ни с ингибиторами роматазы. Опять-таки же видно только, что в реальной супрессии, но почему-то с томоксифеном оказалась лучшей в группе общей повышенной выживаемости. Также хочется отметить, что в этих исследованиях 15% пациентов прекратила в реальной супрессии через 2 года и еще 22% через год. То есть в итоге через 3 года треть пациентов в этих исследованиях не получала в реальной супрессии. По исследованиям одевантной химиотерапии есть данные о том, что менопауза искусственно вызванной химиотерапии в течение года влияет на общую и безрецидивную выживаемость в сторону ее улучшения. Наверное, будет интересно, какие данные будут по этим исследованиям. Именно у этой группы пациентов, которые закончили в реальную супрессию раньше, чем те, которые продлевали ее до 5 лет. На сегодняшний день общество монкогинекологов известно, что ранняя менопауза до 40 лет увеличивает процент сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз, деменцию и эффективные расстройства. Поэтому, когда мы молодую женщину хотим подвергнуть в реальной супрессии и ингибиторами ароматаза и томоксифена, мы можем увидеть ее, наверное, в таком состоянии, когда лечение не будет совмещено с ее качеством жизни, о котором мы сейчас очень сильно говорим. И хотелось бы, наверное, чтобы все-таки мы коллегиально, индивидуально подходили к этому вопросу. Спасибо за внимание. Прекрасное сообщение. Там вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Елена Константиновна, как Вы относитесь, Вы говорите про климактерические расстройства, как Вы относитесь к назначению фитоэстрогенов? Да, заместительную менопаузельную гормональную терапию нельзя, больным раком молочной железы. А что? Вот что-то можно назначить, как Вы считаете? Спасибо за вопрос. Мы уже обсуждали, было с Вами неоднократно. Поэтому фитоэстрогены, они, наверное, помогают, но на сегодняшний день есть одно небольшое исследование итальянское, там, где итальянские онкогинекологи совместно с маммологами назначают этим женщинам небольшую дозу контрацептивов, причем местно. Это, как понимаете, внематочная спираль с прогистинами. И на этом фоне у женщин при менопаузе именно с такими вот сильными симптомами менопаузных унитом ксифина, они отмечают улучшение. Наверное, можно пробовать такие вещи, потому что многие женщины отказываются от гормонотерапии именно на основании сильных таких вот постменопузальных осложнений. Так, спасибо большое. Позвольте тогда завершить наше сегодняшнее заседание общества. Ну, конечно, очень вы получили очень информативные сообщения, доклады. Это слишком важная проблема. С одной стороны, казалось бы, это заболевание, где гормонотерапия должна играть ведущую роль, с другой стороны, очень много проблем. Ну, скажем, даже такая проблема, как все знают, это известно, что высокий уровень эстрогенов, высокий уровень ФСГ – это всегда неблагоприятно, это ухудшает и прогноз заболевания, и много, так сказать, других процессов. Но в последней серии исследований господин Даусата в Англии, который располагает блестящий лабораторий, он все время пишет, К сожалению, очень трудно оценить точные определения уровня эстрогенов вообще, в частности, эстрогенов, имеющие отношение к раку молочной железы, уровням ФСГ и так далее. И это не позволяет, как бы, особенно если пациент получал химиотерапию, и потом строить, как бы, весь мониторинг и весь процесс лечения. То есть, даже вот эта проблема очень важна. Ну, кроме того, если мы говорим, там, о 5-10 годах лечения, имея в виду не только тамоксифен, 5 лет тамоксифен, 5 лет ингибитор ароматазы, то все исследования показывают, что, к сожалению, значительная часть пациентов, до 30-40%, фактически не следует этой терапии и не принимают там в течение 5-10 лет. То есть, прерывается лечение гораздо раньше, и, возможно, результаты были бы лучше, и, с другой стороны, и осложнений было бы больше, если бы действительно все следовали указаниям врачам. Здесь большое несоответствие. Тем, когда мы, вот, как бы, акцент сегодня на премиопаузу, и все время упоминается работа софт и текст, которая касалась сочетания подавления функций яичников и горбонотерапии или тамоксифенами или ингибиторами ароматазы. Как-то упускается очень большое исследование австрийское, австонемецкое, которое показало, что подавление функций яичников с помощью или даже полное выключение функций яичников в сочетании с ремидексом не привело вообще к никаким улучшениям результатов. Там негативный результат. Хуже, чем один тамоксифен. Поэтому здесь не все так просто. То есть, мы нуждаемся в таком тщательном метаанализе. Надо ли, как бы, всем пациентам, или, вот, пациентам высокого резка. Поэтому я бы сказал, что очень взвешены рекомендации Сангалина, касающиеся премиопаузы и горбонотерапии. То, что вот упоминается, вот, АСКО, там, ЭСМО, значит, все рекомендации, которые потом вырабатываются, ЭСМО и АСКО основаны на рекомендации Сангалина. Почему? Потому что все президенты АСКО, бывшие, теперешние, будущие, являются членами Сангалиновской группы. Так там очень все просто. Что преимущество дается безотносительно возраста, тамоксифену, если это ранняя стадия заболевания. Первое, значит, Т2Н0. Значит, тамоксифен и премиенопауза, и постминопауза. Дальше, премиенопауза. Если это молодая женщина, 35 лет, но не так много таких женщин, 3%, это молодая женщина, 35 лет и моложе, и у нее определяются регионарные метастазы, можно рассмотреть вопрос о подавлении, медикаментозном выключении функций яичников и назначении или тамоксифена, или ингибитора роматазы. Понимая, что назначение ингибитора роматазы параллельно может привести, наоборот, к резкому повышению уровня эстрогенов, эстрадиола, и привести к обратному эффекту. Ну и все, что касается... Если даже она выключена, потому что золодекс не гарантирует выключение яичников, на самом деле уровень эстрогенов может оставаться высокий. Вот то, что Евгения Владимировна говорила. Значит, поэтому многие или некоторые специалисты, но если это касается четвертой стадии, говорят о необходимости хирургического воздействия. Если там такая патология яичников, то это дает преимущество и создает истинную постменно-паузальную ситуацию. Да, это безвозвратное событие, то есть четвертая стадия заболевания, но сегодня не рассматривали. Значит, золодекс не у всех больных обеспечивает подавление функций яичников. Ну, это видно и все клиницисты. Таким образом, я думаю, что вот сегодняшнее сообщение и для практического врача, да и для всех нас дает какую-то новую дополнительную информацию. То есть, как ориентируется, допустим, и тоже АСКО и прочее. Вот есть ли там университет Оксфорта? Вот какие побочные? Рак эндометрия, тромбомболия, инсульт, то есть смертельные, так сказать, исходы. И вот то, что говорил Евгений Владимирович, вообще не упоминаются там яичники, там кисты яичников, которые сами по себе поддерживают высокий уровень эстрогенов, которые, безусловно, являются вредным фактором для рецидива заболевания. Поэтому вот и этот момент тоже должен быть учен. И вот то, что Лев Михайлович, так сказать, с точки зрения теории говорил, о том, что даже рецепторы негативной опухоли могут быть чувствительны к тамоксифену и так дальше. Ну и говоря о фертильности, это, конечно, тема сейчас будет все больше развиваться, и, конечно, тут нужны профессиональные взгляды, особенно когда это касается применения ингибиторов ароматаза, которые мы считаем чрезвычайно как бы опасными для молодых, но в то же время это один из фрагментов, так сказать, вот в этой схемах фертильности. Ну и в целом, я думаю, что где-то через там... Во-первых, эти вопросы мы поднимем в белых ночах, там шире возможности обсуждения, так сказать, чтения лекций, обсуждения, дискуссии. И, конечно, где-то через там полгода осенью можно вернуться уже к посменопаузе и более так детально обсуждения вопросов теории и практик гормонтерапии. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.